Уважаемые друзья, напоминаю, что мы находимся на форуме имени известного нашего дипломата Андрея Громыка. Сегодня второй день работы, и у нас в студии, в шоу-рум замечательный гость, ну тут вот сокращенно написано, Дмитрий Геннадьевич, все-таки по нашей традиции Евстафьев. Я думаю, что вы знаете этого человека по ряду телевизионных передач, знаете как эксперта. Я представлю его одним из названий, потому что я нашел на сайтах целый ряд, и целый ряд вузов, вот секция выступала у нас сегодня под одним наименованием, да, значит человек читает и ведет лекции и занятия среди студентов в разных вузах, вот, но по-моему основное все-таки это профессор НИУ высшей школы экономики. Вот, все остальное я думаю, что Дмитрий Геннадьевич расскажет сам, и очень надеюсь, что после показа слайдов у вас возникнут какие-то вопросы к нашему замечательному гостю, и надеюсь, что вы эти вопросы зададите. Огромное спасибо за столь теплое представление. Я действительно дважды профессор и единожды доцент. Я профессор НИУ ШЭ, Национального советского университета высшей школы экономики, профессор института права, хотя ни разу не юрист Российского университета дружбы народов, и доцент в МГИМО МИД РФ. Но поскольку по профилю данного мероприятия было ближе выбрать доцентство, я, собственно, выбрал доцентство, потому что я достаточно юмористически отношусь к своим профессорствам. Я профессор по должности и не собираюсь становиться профессором по званию. Я очень высоко ценю людей, которые занимаются наукой. Сам в науку не лезу, ни на что не претендую. И пытаюсь просто смотреть в мир и рассказывать вам примерно то, что я вижу, с опорой на некие методологические вещи, которые мне внушили в Институте стран Азии Африки при Московском госуниверситете, который я заканчивал на 1989 году. И учился я там 6 лет. Это, кстати, к вопросу о баллонской системе. А также в последующей работе на практической и аналитической работе в разного рода психиатрических больницах. Ну, я в основном работал в психиатрических больницах, только не сразу выяснял, что это психиатрические больницы. Месяца через 2-3. То ли я прикидывался, то ли они. Это сейчас шутка была. Я считаю своей самой сильной частью с точки зрения работы с академическим сообществом, это вещи, связанные с анализом современного информационного общества. На этом я и попытаюсь построить мой первичный разговор с вами. Ну, я и писал по этому вопросу достаточно много, и публикация у меня выходила. И мне кажется, что я понимаю, или пытаюсь, во всяком случае, понять те процессы, которые у нас происходят. Ну, начнем с некоторой вводы. У меня будет сегодня немного слайдов, я их вам рассказывать не буду. Ну, просто, чтобы у нас было на что опираться, ладно? И чтобы я там смог хотя бы с вами в процессе слайдов немного пошутить. Так? Это примерное описание того, что у нас происходит сейчас. Все эти перемены, которые... Вообще, надо понимать, что мы живем внутри истории. Вот именно сейчас, и именно в этой части глобального пространства происходят те самые изменения, которые потом назовут историей. Мы этого с вами не ощущаем, потому что мы внутри. Мы считаем это повседневностью, в действительности это история. Но все те изменения, которые у нас происходили и происходят, еще будут происходить, это вещи, которые уже давно назрели. Можно сказать, к этим переменам мир был готов в 18-м году. Почему они не произошли тогда? Почему на долгие три года возникла ситуация предхаоса? Это очень тяжелая ситуация предхаоса, когда все знают, что дальше будет хаос, дальше будет деструкция, и все откладывают этот самый первый шаг. Почему? А потому что глобальная экономическая взаимозависимость, а мы все в ней жили. Ну, может, там Северокорейская Народная Демократическая Республика в ней не жила, и то жила, только в меньшей степени. Куба в большей, Йемен в еще большей, а мы в очень большой. Почему эти изменения, назревшие, они были, очевидно, откладывались? Потому что цена выхода из системы была очень большой. Потому что тяжесть возможных изменений была очень большой. Потому что тот, кто первый делает шаг в этих изменениях, берет на себя очень большую ношу. Но мы же сделали этот первый шаг, правда, да? Тяжела ноша? Тяжела. И будет еще тяжелее. Мы еще только-только начинаем с точки зрения изменений переходить из того, что в шахматах называется дебют в Миточпиль. Еще до Эншпиля, еще, знаете, я успею на пенсию, мне 56, я успею на пенсию уйти, если только наше правительство опять что-нибудь там не по констролит, я успею уйти на пенсию, и вот тогда, может быть, начнется этот самый Эншпиль. Но в 2018 году все уже созрело. И, кстати, я думаю, это моя личная гипотеза, что вот эта вот эпопея с ковидом, который начал множиться, у нас сколько сейчас? Какой? 12-й штамм ковида, да? Вот эта множащаяся эпопея ковида, это была попытка выйти из предхауса, из ситуации стагнации терапевтическими средствами, что такое предхаус? У нас ведь международники здесь, да? Кто по специальности? Международники, да? Что, как вы понимаете ситуацию предхауса? В основе всего экономика. Маркс, конечно, с Энгельсом, и особенно Энгельс, нам там, конечно, наконстролили с научным коммунизмом, но с точки зрения анализа того, что есть мировой капитализм, эти два чувака, которых вполне справедливо считают русофобами, они вообще-то были правы. В основе всего экономика. Что такое предхаус с экономической точки зрения, ребята? Вот вы должны это понимать. А это означает, как живет зарубежный мир. Зарубежный экономический мир живет планированием. Это мы им не живем. А они-то все живут планированием. Самый минимальный лаг планирования знаете у кого? У американцев. Какой у них период планирования? Что? Нет. Нет, это китайцы, они всем рассказывают, они все запланировали еще тысячу лет назад, но потом, значит, пришел Мао Цзэдун, пришлось перепланировать. Нет? Ну, давайте серьезно. Американец планирует, американская политическая элита, планирует на 4 года. У них есть точный, пошаговый дорожная карта вперед на 4 года. А раньше было на сколько? На 8. Японцы планируют на 25. Китайцы на сколько планируют? На 50. Их планирование, их задача. На какой уровень? На когда? Когда крайняя точка за выполнение задач, установленных 20-м съездом партии. Мы все запомнили, как деда одного вывели из президиума, у нас никто практически не запомнил крайнюю точку планирования китайцев. Да на 50 лет они планируют. Они примерно индикативно знают, что будет в 2070 году. Так вот, предхаус это все ломает. Инвестор не инвестирует или инвестирует краткосрочно, чтобы иметь возможность максимально быстро вынуть деньги. Никаких долгосрочных инвестиций в развитие производственных фондов не делается. Вот мы сейчас говорим про кризис на рынке нефти. Почему мы говорим о нем? Да потому что с 2018 года инвестиции в нефтяную промышленность, в нефтесервисы, в георазведку, они все падали. Потому что народ не мог предсказать экономической ситуации. Поломалось это вот замедление, этот предхаус. У меня статья есть, можете посмотреть, найти там. Я, кстати, нашел этот список литературы, передал, у меня было выступление. Так, можно посмотреть. Я там описывал структурно, что есть предхаус. Статья академическая, можно не волноваться там за какие-то. И второе. Обращу вас внимание на последний буллет. Вот на этот. Ни одна мировая война, никогда, даже нулевая мировая война, когда была нулевая мировая война? Политолог обязан знать историю. Политология без истории – это уже наука. Потому что она изучает статику системы. Система в статике не существует. Любая система социально-политическая не существует без социально-экономической подложки фундамента. И ни одна политическая система не существует в статике. Вы обязаны знать историю. Я вам больше скажу, как один из первых кандидатов политических наук в нашей стране, вообще я должен был быть кандидатом исторических наук. Но какие-то умные люди упразднили за два месяца до защиты мою специальность. Это, что называется, вселило в меня чувство исторического оптимизма и заставило доздавать один кандидатский экзамен в пожарном порядке по специальности, по которой я не знал, но, слава богу, ее никто не знал на этот момент. Вы должны, как политологи, знать историю, особенно профильного направления, которым вы занимаетесь, вы лучшие историки. Обязаны. И у вас тогда, потому что вы обязаны иметь историчность мышления. Любая политическая система где-то началась и где-то закончилась. Нам, нулевая мировая война, нам, гражданам Российской Федерации, известна под названием Крымская, которая началась не в Крыму, не в 1856 году, и не в 1856 году она закончилась. Но это считается с точки зрения военной науки, нулевая это проба сил одновременных боевых действий, военно-силовых действий на нескольких сценариях. На нескольких театрах военных действий по нескольким сценариям. Первую мировую, Первую, Вторую мировую войну, это мы все знаем. Ни одна из этих войн, которая продолжалась очень длительное время, не начиналась как мировая и как долго. Это вам развлечься. Смотрели фильм «Убийцы дракона»? Что говорит этот замечательный персонаж, которого играет Олег Янковский? Он говорит, настоящая война начинается вдруг. И там, где ее никто не ждал. И так, где ее никто не ждал. Потому что именно там, где никто не ждал, накапливаются основные противоречия. Там, где кажется легко, оказывается сложно. Там, где кажется быстро, оказывается долго. И там, где кажется, что это гражданская война, оказывается война двух систем. Я ни на что не намекаю. Но именно в этом, нашем евразийском пространстве, будет происходить война двух систем. Система здравого смысла и система легализованного сатанизма. А сатанизм будет легализован не только вот это вот там, в наколках там и так далее. У нас тоже в московском метро раз день, так там и половина такие будут расписные, что мама не горюй. Нет. Сатанизм будет легализован в экономике, в политике, в культуре. Вам просто объяснят, что белые – это черные. И сделать это очень просто. И я вам покажу, как это делается. Вот мы должны понимать ту информационную среду, в которой мы живем. Вот это я просто вам так ради интереса потом захотите эта презентация будет доступна. Посмотрите те особенности информационного общества, которые современного нам цифровизированного, сетевизированного информационного общества, которые даны нам в определенных ощущениях. Вот мы ими пользуемся. Все же пользуются соцсетями, а кто-то через VPN наверняка еще в Facebook влазит, да? Ну там в Telegram. Ну что тут, мы же-то не на комсомольском собрании. Вот это главная вещь. Особенностью, главной определяющей является то, что темп информационного потока на сегодняшний день существенно превышает возможности человеческого организма его воспринимать. Ну, матрицу-то, конечно, все смотрели, да? Кто матрицу не смотрел, ни четвертую, никто не смотрел, а первый, кто смотрел? Руки поднимаем. Ну вот, что стесняемся-то? Ой, даже старшее поколение, ужас-то какой. А кто смотрел фильм Джонни Мнемоник примерно с теми же актерами? Там тоже Киану Ривз. Вот там про это. Гораздо более сильный фильм, чем «Матрица». Называется Джонни Мнемоник. Там, конечно, нет этих вот спецэффектов, но там показано, что происходит в мире и что происходит с человеком, когда темп информационного потока превышает человеческие, биологические возможности. Когда и если, в «ННДФ», как говорят наши американские партнеры, вы это будете фильм смотреть, потом сразу в стык почитаете книгу Класса Шлаба технологии четвертой промышленной революции про нейрофикацию человека, это произведет на вас очень глубокое впечатление. Класса Шлаб. А все как в фильме будет. Там в фильме Киану Ривз показывает человека, который пытается создать Класса Шлаб. Один в один. И вот это называется легализация сатанизма в социальном пространстве. Легализация создания пост человека, который по сути своей будет античеловеком. Ну и, конечно, котики. А при чем здесь котики? А вот это очень интересно, это технологический феномен. Он написан. Я вам здесь никаких, что называется, открытий делать не буду, я вам просто опишу, как это делается технологически. Для того, чтобы вы в плотнейшем информационном потоке выделили какое-то совещание, сообщение, сюжет и так далее, что нужно сделать? Привлечь к нему внимание, правда? Вам надо разбить этот информационный поток. Котик. Это классический формат фиксации. Сейчас я вам вопрос буду задавать. А кого больше в интернете? Собачка или кошечка? На этот вопрос есть абсолютно четкий ответ. И проводили исследование. Кого больше в социальных сетях, фоток собачек или кошечек? Как вы думаете? Не бойтесь. Нет здесь правильных, неправильных. Я не преподаю, еще долго не буду преподавать в вашем вузе. Меня, может, сейчас прогонят, быстро тут донесут, до аэропорта оставят, так сказать, вот этого не выпускайте больше. Котиков. Так вот, есть абсолютно четкие исследования, что в социальных сетях больше собачек. Намного. Но видим-то мы, правда, кошечек. Почему мы видим кошечек, хотя собачек больше? Но не надо стесняться, 90% в голове имели ответ кошечек, правда ведь? Почему мы видим кошечек, а не собачек? Очень правильный ответ. Ну, самый, так сказать, базовый подход к снаряду. Что основные фотографии собачек на специализированных сайтах, то есть в нишевых вещах, а кошечек пастят, тут, чтобы ваше внимание привлечь. Они иногда, вот особенно в Фейсбуке, у вас фотографии кошечек появлялись, хотя даже вы не были подписаны ни на один из этих сайтов. Просто надо разбить информационный поток. Это не мировая закулиса, хотя это именно она и есть. Только эта мировая закулиса не хочет установить здесь гегемонию рептилоидов. Она хочет вам что-то продать. Так? А второй момент очень простой. С биологической точки зрения мимика кошечек процентов на 75-80 совпадает с мимикой человека. В отличие от собак, у которых совершенно другие реакции. вот это я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. У нас возник феномен гибридности. Гибридный у нас все. Это вообще слово пустышка. Но употребление, постоянное циркулирование термина гибридность, оно отражает масштабы и глубину возникновения серых зон, когда мы точно не понимаем, это политика или экономика, это социальная деятельность или это коммуникация. Понимаете? И мы называем это гибридностью. Это никакая не гибридность. Но это очень важно. И чем чаще вы слышите слово гибридность, тем больше серых зон в нашем современном мире. Но это свидетельство переходного периода. Вы сами с этим сталкивались. Вот. Сочетание онлайн и онлайн форматов. Для меня самого очень большой вопрос, как можно провести качественный семинар онлайн. Я не знаю. Вот я не умею в это. Лекцию онлайн, понимаю. А семинар не могу, потому что семинар построен по принципу интерактивности. А я вам всегда говорил, у меня сидит, у меня там большие группы по 35-40 человек, сидит колумбарий. Черные таблички с фамилиями. Я пошутил, на меня это самое, народ нажаловался. Я говорю, только, дат жизни не хватает. Ну это же колумбарий. Вы говорите с пустым местом. Хорошо, у меня там две девчонки забыли звук выключить на одном семинаре. Они там в кафе сидят, значит, выпивают, там у них звон, и говорят, ну вы хоть люди делом занимаются. Да, преподаю этот самый, я не пистолодцы, не ушинки, я скорее ближе к Макаренко, который был капитаном КВД, на армейские деньги подполковник. Так, но, но я просто случайно в сфере образования, так, поэтому извините. Если что. Для нас принципиально является объективно существующий феномен социо-коммуникационной гибридности. Вот это вы должны понимать. Это вещь, в которой вы будете сталкиваться, будучи журналистами, будучи медиатехнологами, будучи политологами, будучи специалистами в области государственного управления. Это некое пространство, в котором ваша коммуникация равна или почти равна вашему действию. Уже говорит действие. Братья и сестры Вачовски были правы в чем? В чем они были правы? Что не он вернется? Нет. Это они врали. Они были правы в том, что человек батарейка. Человек — это преобразователь одного вида энергии, биологической энергии, в другие виды энергии. Вы что делаете, когда ходите? Вы разогреваетесь. Нашлись умные машины, которые взяли и поставили вот эту абсолютно бесполезную деятельность на пользу себе. И если у нас есть люди моего поколения и старше, они прекрасно вспомнят известную репризу Аркадия Исааковича Райкина «Привяжи к ноге Динамо». Он балерине. Динамо-машина предлагал привязать к ноге, чтобы она давала ток. Это два плагиатора или теперь две плагиаторки. Но это витает в воздухе человек-батарейка. И главная его задача производит некое социальное действие. Но есть места, где ваша коммуникация, где вы почти не тратите и не выделяете биологической энергии, равно действию. Классика, стадион. В институте права я привел следующий пример. Сидели юристы, магистратура, все там. Когда я им привел следующий пример, они вот так завороженно на этот пример смотрели, обалдело. Минуты две. А какой пример я им привел? Институт права РУДН. Обед. Я тоже после обеда. Суд, ребята, коллеги, суд. Ваши слова равны вашему действию. Суд, стадион, суд. И таких пространств... А теперь я вам добавлю, политическая партия. Если вы посмотрите на современные политические партии и у нас, и не у нас, то вы заметите одну общую эволюцию. Вот раньше политической партии невозможно было без коммуникационного проявления. Вообще, политическая организация. Количество лайков под идеей пойти на демонстрацию превышало количество людей, которые фактически пришло на демонстрацию. раз в цать. У меня сейчас секрет, я не буду только называть, какая. У нас есть одна политическая партия, которая до сих пор получает государственное финансирование, как получившие там некоторый процент на выборах, в которой официально зарегистрировано меньше, чем 400 членов. Но у нее есть сайт, да, у нее проходят съезды, видимо, все 400 человек на них и собираются. и это отражало ситуацию, когда главной вот в этой гибридной сущности была коммуникационная составляющая. Сейчас мы наблюдаем процесс обратной эволюции. Ни одна общественная организация не может считаться состоявшейся, если у нее нет активных штыков, которые она может вывести. У вас должны быть реальные люди, готовые к реальному действию. Социо-коммуникационной гибридности разворачиваться в другую сторону. Это я к вопросу вам сейчас рассказываю про историчность. Вот была одна ситуация, мы ее описывали, про нее написали, я про нее статью написал, сейчас она другая. Разница между этими двумя ситуациями четыре года мир развивается очень быстро. Хотите в чем-то разбираться? Эта книга у вас обязательно к прочтению. Это предпоследний, ныне, к сожалению, покойный, великий социолог западного мира Джон Ури. Вот эту книгу для того, чтобы понимать, нет, она уже не отражает действующую реальность ни разу. Но вы должны понимать, как мыслят западные политики, они все на ней выросли. Главная идея, человеку ничего не нужно. Человеку не нужно семья, социальная окружность, да работа ему тоже в общем не нужна, потому что написана книга на пике вот этой идеи фрилансерства. Человеку всего-то нужен смартфон для того, чтобы иметь в любой точке мирового пространства войти в информационное пространство, в бэнкинг, поторговать акциями, написать какой-нибудь пост, получить за него три рубля, в инстаграме что-нибудь там из придорожной закусочной, и ты уже человек мира, а если у тебя нет смартфона, или у тебя нет доступа, то тебя вообще не существует. Все говорили там, ну как же будет в мире постглобализации, как же там будет решаться вопрос сегрегацией социально неблагополучных элементов, ну вот так и будет, и все, вас взяли Трампа, вытерли, и говорится, и нету Трампа, ну то есть есть, но нет, а это вот все в этой книге, а теперь откуда он это все взял, он сам британец, но его надо считать скорее американским социологом, потому что он воспроизводил одну американскую, один американский концепт, причем концепт социальный, пожалуйте, кадр из фильма «Беспечный ездок», это один из десяти самых важных фильмов Голливуда, который когда-либо был снят, если вы будете заниматься Соединенными Штатами, работать против них, или хотя бы хотите понимать, что, что такое современные Соединенные Штаты, что вы должны понимать, что люди в возрасте от 48 до 65 лет, они вот на этой идеологии беспечного ездока, который сел на лесопед, на мотоцикл, и уехал по Аризоне, только вот на это все накладывается глобальный информационный обществ, там ехали и так сказать побухивали потихонечку, а сейчас ехали, тут кактус сфотографировал, тут, тут, здесь акциями поторговал, здесь, и вот вокруг вас уже некое социальное пространство, и вы как бы живые, что сейчас главное я сказал, это слово как бы, вы не производите никакого социального действия, но вы производите коммуникацию, и тем живы. Вот этот кейс в действительности, этот кейс переломный, это кейс, кто помнит, что такое покемоны? Ну что, помнил? Сколько покемонов наловил? Не ловил? Не поверю, не поверю. Лично знаю человека, который заплатил за какого-то очень редкого покемона 900 евро. Считал, что он сделал очень, вот, очень хорошую инвестицию в будущее. Вот, как-то тут я его спросил, вот, насколько сейчас курс покемона его, вот он мне что-то говорил такое, вот, ну прям так вот, тянущее на 15 суток, да, ну в общем ушел от ответа. Ну интересно это не то, что вполне меняемые люди с хорошими иномарками и прилично оставленными квартирами тратили 900 евро вот на эту фигню, извините меня за этот методологически обоснованный термин. Это интересно другим. Скажите, а кто какой-нибудь в жизни покемона видел? Ну конечно, не в мертвую же. Нет, конечно, если вы видели мертвого покемона, это даже интереснее. Ну кто-нибудь видел, вот я видел, у меня мужик ходил по этой моросейке в центре Москвы в костюме покемона, но это не означает, что я видел покемона, я видел мужика в костюме покемона. Ну да, он настоящего покемона, кто-нибудь видел, ну хорошо, все-таки работает госнаркоконтроль, или как он сейчас называется, да? То есть это сущность, которая не существует в реальном мире, правда? Это сущность, которая в реальном мире стоит денег, реальных. И чтобы получить эту сущность, которой нет в реальном мире, вы в этом реальном мире должны сделать определенные физические действия. Вы должны там ловить его в церкви, да? на краю горы есть несколько случаев, люди гибли, срываясь с обрыва, пытаясь поймать покемона, несуществующую сущность. Вот это интересно, вот это случай управляемой гибридности. Создана система, которая заставляла вас делать те или иные действия в реальной жизни, получая, тратя энергию, и получая несуществующую вещь. А вы понимаем, что с миром, который вот это все готовы делать, можно делать вообще все, что угодно? Подумайте над этим феноменом. Буду веселить зал, мы уже приближаемся к концу. Буду веселить зал. Это кто? Ну, кто? Что за мужик-то? Ну, что? Ну, вот вы, вот что вы можете сказать? Все, я выбрал жертву. Вот я вас выбрал. Вы сморгнули не вовремя. Что вы можете сказать про этого человека? Конкретно сказать, кто это, я не могу, но, предположим, определенный человек старше 50-60 лет, но вы достаточно интересные взгляды. Так, ну, давайте, только мы здесь не политкорректны. Так? Понятно. вся проблема в том, что вы боитесь проявлять свои взгляды. Так, соблюдем гендерное и интернациональное разорвание. Что вы можете про мужика сказать? На нем я вижу военную форму, я думаю, он полевой, полевой поп, не знаю, полевой священник. может быть. Но ваша мысль движется в похвальном правильном направлении. Так. И он к чему-то призывает, вот молиться, видимо, призывает. Ну, в чем? Соблюдем гендерное равноправие. Кто это? Кто эти люди? Что за мужик это? Ну, конечно. Ну, это православный мужчина определенный. Возможно, казак. Возможно. Возможно. А какого войска? Казачьего. Их, по-моему, семь или восемь казаков у нас реестровых, то есть записанных казаками. Судя по номерам машины российских. Это армейский корпус. Судя по номерам машины, российский. А точнее. 25 регион. А точнее. Учебная картинка. У меня здесь нет ни одной, честно, ни одной оригинальной специально до вас нарисованной картинки. Я из разных курсов надергал, чтобы вам было интереснее. но в целом, да, казак. Да. Смотрите, казак. Войско какое? Я буду показывать, по каким признакам это можно узнать. Войско какое? только одно войско в России имеет такие цвета, но можно даже сюда не смотреть. И можно даже не гуглить, что за регион 25-й. Но я так глубоко... Но, значит, теоретически вы правы. У него действительно староверский крест. Но я бы так далеко не заглядывал, потому что количество людей, которые в современной, значит, все более и более религиозной России сможет отличить староверический крест от обычного, православного, я думаю, что стремится к весьма скромным показателям. А я бы посмотрел, я бы посмотрел на две вещи. Я посмотрел на название банка. И не надо смотреть на название и гуглить, что за сотка 25-й регион. Мысль у меня простая. Это, конечно, Забайкальское казачье войско, у него единственные такие цвета. Единственный цвет, единственные цвета войска, в которых казачьего, в которых нет красного цвета, это Забайкаль. Все, что мы можем узнать, да, и машина у него праворук. Так, а все остальное понты. Вот. Никакой он не атаман, у него погоны Исаула, вот, но Исаул ли он, мы этого не знаем. Но все, что мы узнали про этого человека, мы узнали, не будучи знакомы, естественно, с ним, из контекста. Мы узнали из того, из того окружения, в котором он был посвящен. Поэтому второй момент, который я вам хотел бы подчеркнуть. Всякая социальная сущность, а это социальная сущность, именно потому, что он в форме, именно потому, что он демонстрирует свою религиозную, абсолютно правы, но он не поп. так. Вот, у нас села, у нас полевых священников очень мало. А могу вам сказать, что конфессия, которая первая начала работать с селыми структурами в нашей стране и создавая институт главного священнослужителя по всем селым структурам, это какая? Не бойся, что? Православие? Да, мы там делились. Иудаизм. И первая походная синагога у нас была, раньше первой походной церкви. И первый главный раввин вооруженных сил и силовых структур. Мой очень хороший знакомый Арон Арон Израевич Гуревич, который прошел все горячие точки начиная с второй Чечни. Вот они первые начали. А что мы, что мусульмане, мы так как-то немножко стеснялись. А они почему-то не стеснялись. И правильно делают. Но все, что мы узнали про этого человека, мы узнали из контекста. Любая социальная сущность Арон Израевич помню. Так? контекстно. Изучите контекст, вы поймете 80% про ту социальную сущность, которую вы занимаетесь. и про ту идентичность, которую это социальная сущность имеет. Ибо будущий мир, мир, в котором вам жить, а мне сидеть на пенсии, это мир идентичностей. Это мир, где идентичности будут обрастать социальными атрибутами, экономическими атрибутами и так далее. Вопрос к православному. Сколько дней поста в православии? Дней поста, в которых нельзя есть рыбу, мясо, молочное и так далее. Кто-нибудь знает из православных? А это наша будущая идентичность. А вот между прочим мусульмане скорее знают ограничения поста Рамадан. Вот так. Это к вопросу о том, кто будет более конкурентоспособен. Такие дела. Слайд пропустим, времени мало затянули, но обращаю ваше внимание на то, что у нас сейчас три, и вот это особенность современного мира, третья волна, я это говорил сегодня в выступлении на научной конференции, скажу и вам, у нас сейчас третья волна выхода коммерческих коммерческих структур на мировую арену в качестве игроков во внешней политике. Первая волна это вторая середина, вторая половина семидесятых годов, вторая волна это конец восьмидесятых, начало девяностых годов, третий сейчас. Они становятся настоящими игроками. Знаете сколько времени занимает, я тоже приводил этот пример, вам приведу, сколько времени занимает перевозка химического завода средней величины, сейчас просто, пример сейчас, из Германии в Соединенные Штаты, со всеми технологиями все подняли, перевезли. Меньше, чуть больше двух недель. А если не перевозить трубы, а произвести их, будет две недели, в данном случае трубы оставили немцам, они любят трубы, а технологию все вывезли. Логистика стала на порядок более быстрой. Мобильность предприятия, это не мобильность эвакуации 41-го года, это даже не вывоз предприятий из Америки в Латинскую Америку, все идет настолько быстро, что Германия чирикнуть не успеет, а там промышленности не будет. Вот этот вот пункт, обратите внимание. Мы не можем исключать появление значимых пространств, да, в серых зонах, в зонах без государственного суверенитета, но пространств, которые будут контролироваться транснациональными компаниями. классический пример британская устынская компания контролировала пространство, это единственный слайд, который у нас присутствовал у меня и в выступлении для ученых, и в выступлении из вас, но вы этот пример обязаны знать. Британская устынская компания контролировала пространство больше, чем контролировала Британская империя. Когда кто-то вам скажет, что Индия была колонией Британской империи, похохочите, что Индия стала колонией Британской империи только после 1874 года. До этого это была собственность Британской Ост-Инской компании. Из какой вы страны? Из Индонезии. Из Индонезии. Нет, не пройдет пример. А в составе Британской империи, между прочим, были и независимые государства. Это одни из ваших соседей, малайцы. Неформально были доминионом, но фактически это было независимое государство, более богатое, чем Британская империя. Взяли, взяли, в Первую мировую войну взяли линкор, подарили. Говорят, у вас что-то как-то мало, давайте подарим. Это была очень сложная структура, империя полноценная. Она стала только после 1874 года. До этого она была фактически вялым образованием, внутри которой самой эффективной, самой боеспособной частью. Так, это была вот эта вот сетевая коммерческая структура. Я как-то у военных у одних читал, я тоже пошутил, это слайд оттуда был. Я говорю, а кто, с кем битвы при Плеси-то был? Она говорит, ну англичане, индейцев разгромили. Я говорю, ох ты, а что за англичане? Ну, Британская империя, ответили мне военные люди в чине от майора и выше. Я говорю, да не было там никакой Британской империи. Более того, на стороне британской инстинской компании большая часть воевавших и разгромивших армию Махараджа были этнические индейцы. Я говорю, как она просто наняла? Чего как? Ну, а теперь, чтобы вам понимать масштаб бедствия, ничего не напоминает? Это флаг Британской инстинской компании. Ничего так, да? От души. Зато понятно, откуда что бралось. И кто был спонсором Великой Демократической Американской Революции? Ну да, ну да. Вот это, мое любимое, это фактически мы завершаем. Мой спич. Это то, как вас будут уделывать. Это один из моих любимых фейков. Это наши сделали. На одном из наших каналов, интернет-платформ, появилась публикация. Вон и все, это скрин, все хорошо, да. Это, соответственно, сентябрь 1917 года. Что на строительстве, тогда это называлось Керченский мост, сейчас называется Крымский мост, произошла чудовищная вещь. Неправильно выбрали тип металла, который из-за быстрых течений в Керчьи-Никальском проливе, ну это углубление в Керчьском проливе, чтобы большие корабли могли погреть, возникло трение, и опоры начали греться. Терпеть, терпеть, терпеть. Некоторые уже с хорошим зрением моего люди, моего поколения поняли, в чем прикол. Не надо терпеть. У меня с этим слайдом губернатор целый терпел, давился, но терпел. Говорит, я больше не могу, говорит, Никита Ильич, ну тут объясни. И понимаете, заклепки расплавились. Индуцировались и расплавились заклепки. Вот. И что теперь делать не надо? Все, надо демонтировать, все. Автором статьи был немецкий инженер по имени Йоганн Вайс. Терпеть. Йоганн Вайс. Ну, в этом месте я вижу, люди моего и более старшего поколения начали удивляться. Из молодых не удивляется никто. Одно из главных элементов информационных манипуляций является поколенческий разрыв. Вы живете в другой реальности, нежели мы. Вы не смотрели этих фильмов, вы не читали этих книг, вы не знаете этих персонажей. Поэтому в вашем мозгу вполне нормально уживается инженер Йоганн Вайс. А в этот момент мы все уже хохочем. Тысяча шестьсот публикаций в украинских СМИ, включая крупнейший, 15 минут, это, извините, белиберда висела на Униане. Это как у нас и Тартас, потом кто-то нашего поколения, видимо, увидел, сказал, ребят, вы что, с ума сошли? Вот это новый мир. Мир, который сегментирован, в том числе поколения. Ну что, хотите познакомиться с Йоганн Вайсом-то? Что, хотите? Знаешь, нет? Ну, не Йоганн Вайс. Ну как Йоганн Вайс? Это не совсем Йоганн Вайс. Это народный артист Советского Союза Станислав Любшин в образе советского разведчика Александра Белова, который, в свою очередь, изображает немецкого офицера Абера Йоганна Вайса в одноименном фильме, вернее, в фильме по одноименному роману Вадима Кожевникова «Щит и меч». Первую часть, которую я всем всегда настоятельно рекомендую читать, вторую не надо, а вот первую почитать. Потому что там описано реально, как это делается. Вот так, Йоганн Вайс. Вы понимаете, что с людьми в условиях поколенческого разрыва можно делать все, что угодно? Пройдет еще немного времени, и у вас появится румынский инженер Астап Бендер. Да я думаю, что и Д'Артаньян на подходе будет. Но это тот мир, вот разорванный мир этой глобализации имени товарища Гидденса, в котором вам жить и который каким-то образом вам нужно сращивать. Иначе на это попадутся не украинцы, на это попадете силы. Потому что если вы думаете, что они работают хуже нас в информационных манипуляциях, то вы сильно ошибаетесь, они работают лучше нас. Это то, что я хотел бы вам сказать напоследок. Мы жили миром глобализации, это было миром очень короткой памяти. Символом мира короткой памяти является эта рыбка Дория. Вы знаете, вот это я думаю, что вы все смотрели в поисках Немо. Так? Моргнула рыбка и забыла все, что с ней было до этого. Вы сейчас моргнете, откройте глаза и говорите, а ты кто? Мне скажете, ты что мужик, ты вообще откуда взялся? Вот это рыбка Дория, это глобализация. Мы входим в мир долгой памяти, долгого времени, долгих процессов. Вам не повезло. Да всем в общем не повезло. Так? Но вам не повезло особенно, потому что вам бы жить в этом мире дольше меня. Спасибо за внимание, я отстрелялся. Здравствуйте, меня зовут Сейдубай Ремгальдис. Спасибо за присутствие в нашем институте. От вас присутствующего. У меня вопрос по отношению стран СНГ, азиатских стран, которым ведется активное улучшение взаимоотношений. И в ближайшие 30 лет, какие улучшения, какие результаты отрицательным и положительным странам, и в военном, и в политическом, тем более экономическом, хочу. Какой ваш взгляд в этой ситуации? И спасибо за ответ. Ну, ответ будет очень простой, я не знаю. Кстати говоря, не надо думать, что приходит к вам какой-нибудь человек, где-то известен чем-то, и он должен обязательно все знать. Вот я не знаю. Я могу вам описать вероятности того, что может быть. По периметру Евронопер данность является том, что постсоветская Евразия закончилась. Никакой постсоветской Евразии больше нет. Все, или почти все атрибуты советскости и даже постсоветскости в странах Евразии, они осыпались. Или осыпаются прямо на наших глазах. Это новые независимые государства, которые должны будут, я не скажу, что строить свою государственность с чистого листа. Нет, так никогда не бывает. Даже вот уж на что любители чистого листа были большевики, и то пришлось через некоторое время заимствовать, там военспецы, там, новую школу истории формировать, там, вспомнить про человека по фамилии Торле. И сказать, как же мы вас не расстреляли. Как же это хорошо получилось, что мы вас не успели расстрелять-то. Который написал большевикам новую историю, их историю. Но постсоветской Евразии больше нет. Вокруг периметра Евразии есть, по крайней мере, четыре центра экономической консолидации. Это Иран, это Турция, это Китай и это Россия. Из этих четырех центров только Россия заинтересована в том, чтобы сохранить страны постсоветского пространства в том виде, как они существуют. В том числе и с точки зрения политических границ. ни Иран, ни Турция, ни Китай не заинтересованы в действительности в существовании постсоветских государств как целостных социально-экономических систем. И теперь я вам вопрос задам. А у Китая какие союзники? Кто союзник в Китае? Вот и я сейчас тоже бы задумался. Сейчас главным союзником Китая является Мьянман. Ну и там уже проблема. Кто союзник у Ирана? Иран это вообще серьезнейшее государство. Иран это наш реальный стратегический партнер. Но Иран это вещь себе. Для того, чтобы быть союзником Ирана, надо быть иранцем. Собственно говоря, на кого они ставку делают? В Персидском заливе, в Сирии. Людей себе близки этнически. Людей себе близких и религиозно. Даже на что в Ливане можно было сыграть широко, и то там даже не сыграли. Ну, Турция, да. Турция это главный конкурент. Это и то, вот если посмотреть, как они действуют на Южном Кавказе, турок существующие государственные границы не интересуют. Они их перечерти. Тут при одном усове, если сами выжжут. Потому что Турция входит в полосу колоссальной внутренней турбулентности, не связанной только с теми выборами, которые у них там намечаются. Это долговременная тенденция. Но это четыре центра, в которых абсолютно точно можно гарантировать, даже в процессе распада глобальной системы экономики будет наблюдаться экономическая консолидация и экономический рост. Даже у России, хотя нам будет сложнее всего, но мы меньше, чем другие из этих центров, сейчас вписаны в глобальную финансовую систему. Вы себе представляете, что сейчас в глобальных финансах происходит? Сейчас главное ожидание, вот раньше, значит, неделю-две назад было ожидание банкротства Credit Suisse. Его уже никто не ждет. Credit Suisse уже в состоянии банкротства. Сейчас главное ожидание Deutsche Bank. А что такое Deutsche Bank? В пятерке крупнейших мировых банков. То есть, грубо говоря, глобальный финансовый спазм, он даже не за углом, он уже на нашей улице. Но, по счастью, он не на нашей улице. Нас из глобальных финансов вырезали, и поэтому мы на это все смотрим так, да? Теоретически. Но это четыре центра, где будет экономический рост, где будет экономическая консолидация, где будут инвестиционные ресурсы. Просто есть опасность. Россия предлагает концепцию большой Евразии. Евразии плюс-плюс. Это шанс на сохранение целостности экономических систем постсоветских государств, политических границ, даже политического суверенитета и социокультурной самобытности. Никто больше ничего не предлагает. Какую концепцию предлагали китайцы в рамках Великого Шелкового Пути? Знаете, экстерриториальности коридоров по территории постсоветских государств прошли бы, разрезав ее, экстерриториальные транспортные коридоры. Что не вели для России? Что? Что и своего члена вели для России? Ну, я вам так скажу. Вся эта, значит, Великая Шелковая Пути, это, конечно, история была такая очень сложная и такая специфическая. Я к ней всегда относился юмористически. Вы знаете, какая длина железнодорожной платформы? Не, в ширину, я даже я не скажу, но в длину, я вам скажу, 14 метров. Плюс прибавим полтора метра сцепки, 15,5 метров. На железнодорожную платформу встает один классический контейнер. Один, ну или два не классических. Есть умельцы, которые ставили на одну платформу два американских контейнера, он там немножко свешивался, ну, потому что там при переводе метрическое, но их посадили у нас уже, у них, они пару составов упрокинули в начале нулевых на Транссибе, да, и народ думал, что же это упало-то? А у них просто концы, они ставили две, да, и там, значит, перевешивало. А сколько контейнеров везет средний средний контейнеровоз? 40? 40 чего? 40 метров? Нет. Перехваливайте. 10-15. 10-15. Что 10-15? Вам нельзя заниматься экономикой в любую компанию в труху, в долге, не надо. Могу вам сказать, что классический контейнер, контейнеровоз, это самый маленький, который есть, ледового класса, который мы тут до всего прогоняли по этому северному морскому пути несет 7000 контейнеров. На 15 метров множим 7000 контейнеров. Давайте. Сколько это будет? 105 тысяч метров. В километре сколько метров? То есть у вас один контейнеровоз самый маленький, меньше нет, меньше нерентабельно, занимает своими контейнерами пространство в 105 километров длиной. Контейнер, контейнеровоз, который перегородил Суэцкий канал, вез 14 тысяч контейнеров, 14 тысяч метрических классических контейнеров. Множим на 15 или не будем? Ну вот вам и ответ, что возили, собирались возить по великому шелковому пути. Только самые дорогие грузы, только самые элитные грузы. А из Европы что собирались возить? Это продовольствие. Потому что контейнеровозом продовольствие возить сложно, можно. Что можно возить контейнеровозом из продовольствия? Консервы. А еще? И захлодить фрукты. Бананы. Вы знаете, у меня было в свое время большое открытие, что есть специальные суда, называются банановозы. Они все углекислым газом накачаны. Бананы, да, то, что мы едим, в основном это кормовые бананы, но это не стесняйтесь, это нормально. Они хорошие. Так? Они наполняются там специальные камеры углекислым газом, банан поглощает и, что называется, дозревает. Пока его везут. Ну, а теперь откуда Китай возит продовольствие, которого будет не хватать еще 25 лет? Откуда он возит-то? От нас, от вас. великий шел путь. Им нужно передумывать эту концепцию, потому что раньше он ввел в благословенную Европу, очень платежеспособную, где пошитые на подпольной фабрике в четвертую смену платья от Гучи можно было загнать за большие деньги, а сейчас там просто денег таких не будет. Им надо думать, где он теперь заканчивается. Вот они думают, они приморозили, а продовольствие они здесь возьмут. И вот здесь уже избыток. А запущен такой механизм, например, у нас санкции все уже запретили. Уже эти самые эмбрионы, бычков, все запретили по сельскому хозяйству. У нас больше всех в мире рос по сельскому хозяйству. Инерция накоплена. Это при том, что у нас растет объективным объем мусульманского населения, из населения исповедующего ислам, который у нас не ест свинину, а у нас перепроизводство свинины, нам свинину некуда девать. И она идет в Китай. Я вот тут в Воронеже был, в ресторане стейк кушал. Ну, сказать, что таких ресторанов в Москве два-три. А то, что стейки такие даже в самые благословенные годы в Вашингтоне стоили денег очень солидных. У нас они тоже стоят солидных денег. Но когда это стоило в Вашингтоне солидных денег, в Москве таких стейков просто не было. Поэтому вот здесь возникает вопрос, и что китайцы с этим будут делать? ни одна железнодорожная сеть не выдержит переключения товаропотока с морского на наземный. Ни одна. Кстати, большая часть маршрутов Великого Шелкового Пути была автомобильная и проходила вообще по Ближнему Востоку. Кстати, она проходила именно там, где началась, по существенным сечениям сессии, там, где началась гражданская война в Сирии. Через Алеппо. Это был один из важнейших переволочных пунктов. Я вам не рассказал ни одного секрета. Это вы все можете через два клика найти в интернете. Есть огромное количество статей, которые это все описывают. Я понимаю, что я ответил не на тот вопрос, который вы задавали, но это, собственно говоря, я так и планировал. У меня ножничный рывок. Конечно. Как вы специалисты в ближайшие 10 лет какие изменения в мире видите? Я пару книг читал об этом и основное экономическое, которое затронут в мир. И если не секрет, то можете лично мне сказать, но для нас, как специалисты, в будущем, для нас это будет очень полезно. это мой вопрос. Я сейчас скажу, вы обидитесь, но я предварю. У меня основной курс, у меня трудовая книжка лежит, долгое время был курс рекламы связи с общественностью, организация работы, подразделения по связям с общественностью, крупных производственных компаний. Он мне надоел, до чертиков. Слава Богу, что мы с ним завершили. Вот, я начинал первую лекцию с того, что пытался убедить своих студентов, им там было до 300 человек, что им нужно идти в сварщики, потому что по выпуску с бакалавриат средний пиарщик получает 40 тысяч, ну 45, но если мама с папой подсуетились, ну 60, а хороший сварщик, так, от соточки. А сейчас так и больше. Ключевые отрасли, которые будут интересны через 5, не знаю, через 10, но они сейчас уже интересны, сейчас уже есть. Это новые материалы, новые металлы, новые сплавы, сверхлегкие сплавы. Идет категорическое облегчение всех металлических вещей, которые мы живем в мире, который создал советский атомный проект. Вот даже здесь, в этой аудитории, я легко вам найду вещь, которая была результатом советского атомного проекта. Называется она гайка. У советского атомного проекта была одна проблема. Эта бомба весила 10 тонн. Ее можно, а самолет, на котором предполагалось повесить, а это, значит, копия американского Б-29 поднимал 8. И эту атомную бомбу можно было только по стране возить на железнодорожной платформе. Что, конечно, тоже решало многие вопросы, но было бы забавно. И стал вопрос облегчить. И выяснилось, что американцы в гайке другие. И когда сделали конструкцию облегченные гайки, они вот у вас вот здесь, вот там, на стулех, вот здесь выяснилось, что на круг в советской промышленности можно сэкономить огромный объем металла. Та же самая проблема у нас. Наши польские друзья, которые всегда покоряли мир своей экзотичностью и хорошими манерами, переходящими в хамство, заказали у наших южнокорейских друзей, друзей наших северокорейских друзей, я понятно сейчас, вот, 200 танков, чем они их оплачивают будет, это другой вопрос, это не мое дело, но проблема южнокорейского танка, он очень хорош, он реально очень хороший, он лучше нашего, который серийный, по всем показателям, но есть один нюанс, ни один польский мост его не выдержит, ну, ни один, поэтому здесь момент, либо что-то сделать с танками, либо что-то делать с мостами, но в целом мы идем к миру новых конструкционных материалов, вот как мир перешел 60-е годы от мира хлопка, шерсти, еще что-то к миру кремплена, нейлона и так далее, и тому подобное, мы сейчас в этом же фазовом переходе с точки зрения пользовательских материалов, а теперь если серьезно, с точки зрения гуманитарных наук, крупнейший вызов, который у нас есть, это вызов содержательного управления, мы наплодили менеджеров, и не только мы, американцы такие же, не надо думать, что они какие-то другие, тоже, мы наплодили абстрактных менеджеров, сегодня он руководил швейной фабрикой, потом инвестиционной компанией, потом был вице-премьером какого-то субъекта какой-то федерации, да, сейчас интересно, кто-то догадается, про кого я рассказываю, но никто, вот, и так далее, но выросло два поколения абстрактных менеджеров, которым все равно, чем руководить, потому что они руководят процессами, они не вникают, что они производят, они не вникают, в чем особенности конструкции, у них процесс и финансовый поток, это везде так, вот у нас главный вызов, это вызов содержательного управления в государстве, в промышленности, в инвестиционной деятельности, потому что у нас инвестиции, да, профуканы во многом потому, что они были сделаны из расчета на процесс, а не на результат. Второе, на что я бы обратил внимание, это, конечно, социокультурные отношения, мир идентичности, он будет мир идентичности там, он будет мир идентичности у нас, он будет мир идентичности везде. Я вот тут задал вопрос, у меня одна группа семинар сорвала, в МГИМО, ну и подготовились, нормальная студенческая история, ну и я им там мораль читал. Я сейчас задам вопрос, а чем отличается тарикат Нагжбандия от всех остальных тарикатов сунизма? И они не знали. Что? Молчат. А кто-то знал. И этот кто-то сделал для нашей страны, для России. Кто знал. И наверняка он был не мусульманин. То есть я почти уверен, что он был не мусульманин. Был специалист, который знал. Сделал такое дело, что памятник ему не из золота надо отливать, а из платины. Вот так. А у нас на исламоведических факультетах четыре маска, вот я до сих пор закончил в 89-м году, я четыре маска бы сунизма наизусть помню, и в чем разница помню. А у нас даже и пятый шиитский еще помнил, за что меня на меня посмотрел преподаватель, сейчас только не надо смеяться, научного коммунизма, атеизм сказал, да, далеко пойдешь, но никуда я не пошел, но это не важно. Так? А у нас на исламоведических факультетах четыре маска бы назвать не могут. Так, а кто-то знал, чем отличается на жбанде от остальных. Вот такие пироги. Социокультурное отношение, но там надо быть суперспециалистом, и в чем-то даже универсалом, потому что один из главных вызовов современного мира и для России, и для большей части, подчеркиваю, республик постсоветского пространства, и для вас, это нео-ислам, который по факту анти-ислам. То, что сейчас нео-ислам пытаются сконструировать, это анти-ислам. Он зависит все, что заповедовал пророк салямля алейкум ассалля. Так, как говорится, это я как и раб испунь. А нас еще заставляли некоторые суры Корана наизусть зачитывать, заучивать. должен быть суперспециалист, но так же, как будет супер анти-ислам, поверьте мне, очень скоро появится анти-православие, которое может оказаться гораздо сложнее и страшнее. И вот здесь надо понимать. А кто понял, почему вот этот крендель в папахе ряженый был? Он был в ряжене. Там было несколько деталей. Подделка всегда хочет быть, хочет выглядеть красивше оригинала. У него было два лишних значка, но это вы знать не могли. Но это я, потому что я специально подбирал картинку, я это выяснил, у него не могло быть одновременно двух там значков. Так вот подделка, что под ислам, что под православие будет выглядеть, пытаться выглядеть красивше. И вот ее нужно разоблачать всеми доступными нам средствами. Но для этого надо знать. Такие пироги. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за лекцию. огромное количество моментов и пищи для размышления. Меня зовут Булат Ахмед Каримов, я преподаю на кафедре международных отношений и сегодня с нами в аудитории студенты-международники. Поэтому хотелось связать то, чем занимаемся мы в аудиториях и с темой вашего доклада. Мы на наших, я небольшую такую предысторию расскажу, а дальше перейду к вопросу. Мы посвящаем большое количество времени обсуждению теории международных отношений и пытаемся объяснить взаимоотношения между странами, между блоками стран в рамках нескольких теорий, которые берем за основу. Реализм, либерализм, конструктивизм. И ваш доклад он навел на мысль о том, что мы живем в мире неких понятий, а точнее может быть наше восприятие этих понятий. И с одной стороны вы намекаете на то, что и многие из комментаторов сегодня говорят о том, что вот наступило время реализма и теперь мы говорим о противостоянии национальных государств, систем и так далее. Один из ваших слайдов говорил о транснациональных экономических интересах, а далее вы перешли к тому, что рассказали о восприятии, что полностью нас перевело в парадигму того, что Александр Вент назвал конструктивистской теорией. Еще раз это привело нас к мыслям о том, что мы жили в период, когда начинали верить, что религии нет. И нам напомнили, даже если вы не верите, вы обязаны считаться с этим, потому что в это верят другие. Переходя к вопросу возвращаясь снова к точке о том, что вы говорили о предхаусе, вот тот мир, в который мы сейчас плавно переходим, если это предхаус и нас ожидает хаос, регулируется, видите ли вы этот хаос регулируемым или нерегулируемым. Если он регулируемый, как может быть, если я правильно понял, вы намекаете, что этот процесс контролируемый, кто его контролирует? Потому что те коллеги, с которыми мы общаемся по поводу религии, говорят, у религии нет центра, человек ее понимает так, как он понимает. И то орудие, которое конструируется и воспринимается разными частями мира по-разному, одинаково оказывает эффекты на тех частях, в тех зонах и в тех регионах, которые эти процессы придумывают. И мы видим те же самые сложные процессы, протекающие в той же Северной Америке, в той же Западной Европе. И они от этого же страдают сами. Кто эти люди, которые заставляют нас поверить в некие концепции, которые осложняют нашу жизнь, осложняют жизнь в нашем регионе, но есть ли гарантия того, что эти процессы не обернутся и в ту сторону. То есть этот хаос, который формируется, он действительно регулируется или вы видите его нерегулируемым и необратимым процессом? Блод Бомарвич, я, во-первых, слово намекаю, и я, это антонимы, я, ежели что, как бы ляпну, то ляпну. Вот. Второе, вы знаете, что я так не преподавал по жизни, кроме теории международных отношений, я думаю, правильно, что меня до нее не допускали. Вот. Значит, ну нет, я, конечно, читал все эти теории, но мое знакомство с международными отношениями, оно закончилось, кстати, к вопросу о налипании сюжетов. Помните, у меня там был свой, да, что такое современный информационный поток. Как-то в одной психиатрической больнице, одним московских университетов, я вел курс «Мировая политика международные отношения». У меня на экзамене, значит, пришла девушка, которая докладывала про, ну, у нее билет был, первый вопрос, значит, вестфальский, вестфальская система, ну, мы все знаем, 1648 год, я думаю, это вам всем известно, национальное государство, принцип «Часть земля того и вера», национальный суверенитет и так далее. И что-то вот она мне бойко рассказывает, но в какой-то момент я улавливаю, что вот так можно рассказывать про что угодно, про квантовую физику, там, я не знаю, там, про Великую Отечественную войну, я говорю, тут я решил пошутить, я вообще шучу всегда не к месту, я говорю, а кто, говорю, от России-то вестфальский мир подписал? Она говорит, Троцкий, я говорю, точно, нет, вы меня путаете, вы меня все время, Дмитрий Геннадьевич, путаете, Керенский, конечно, я говорю, да, говорю, а что, говорю, закончил-то вестфальский мир? Он говорит, ну как, гражданскую войну у нас? Я говорю, чем кончилось? Он говорит, белых из Крыма выгнали? Он говорит, да, говорю, а кто за нас-то воевал? Говорит, а вот, кто за нас, не помню, а против нас воевала Италия, говорит, и Япония, а за нас, наверное, штаты воевали. Я говорю, нет, все, 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 три балла, госоценка, иди отсюда, все, не могу. Через одного человека за нее, после нее, выходит парень, ну, в основном, футбол играл, так, он футболист, он заговорит. У него второй вопрос, вестфальская, ой, там была вестфальская система, а здесь у него вестфальский мир. Я говорю, ну, я говорю, вы же не будете мне сейчас рассказывать, что вестфальский мир Троцкий подписал, говорит, да не, она, выгоняется, ну, это она же, да она, дура, она у вас и не сосы, я вас на всех лекциях, чтобы была чистая правда. Так? Вот, она говорит, я же, говорит, помню, что Антанта Грозного не пустила на подписание вестфальского мира. В этот момент я решил с международной политикой завязать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что в любой системе международных отношений всегда есть точки случайности, есть точки не случайности, есть точки случайности. И можно управлять международными процессами очень долго, упорно и успешно, как это делали англичане. Но всегда возникает случайность, которая вот эту логику начинает ломать. Какая случайность возникла у англичан? Как вообще возник? Почему пришлось демонтировать вот эту прекрасную дихотомическую схему? Слабая империя, ну, относительно слабая империя, сильная коммерческая структура при империи, там не только же была Уст-Инская, там была Вест-Инская компания. А кто вот, у вас специалисты по международных отношениям, а кто может объяснить, что произошло с британским капитализмом аристократическим, что пришлось демонтировать эту схему? Спасибо, вот вы мне вот фишку напомнили, я сейчас фишку напомню, я на ваш вопрос обязательно отвечу. Кто читал стихотворение Теннисона «Атака легкой кавалерии»? Никто. А это ключевое событие как в международных отношениях, так и в истории мирового капитализма. Как была устроена аристократическая система британского капитализма? Что наследовал старший сын в британской аристократической семье? Дом, землю, поместье. А что наследовал средний сын? Средний сын шел в армию и после окончания службы наследовал родовые места вот в этих всех корпорациях, в торговых домах, вот в этой вот доктор Ватсон откуда взялся в 1988 году? Из мелкопоместного двореца. У него даже земли, у него брат спился, земли не было, у папы было наследство. Серебряные часы это большие деньги, между прочим. А у брата уже ничего не было. А он, как младший брат, вообще эту лямку тянул в Афгане. Так вот, средние дети шли в армию, чтобы потом занять места в колониальных администрациях, в колониальных компаниях. То есть, это семейный бизнес. Это был семейный аристократический бизнес. В Крыму за 40 минут погибло порядка 920 средних сыновей за 40 минут. Как потом установили все военные историки, абсолютно случайное стечение. Просто случайно. Просто при отступлении наши казаки, доблестные, доблестно отступая или наступая с перевернутым фронтом, случайно вывели на две батареи пушек, которые успели зарядиться и выстрелить. Там то ли 6, то ли 7 залпов. Минус 920 средних сыновей, лучших семей Британии. Ну, кто на эти места-то пришел? Да буржуа пришли. И все, и вся система посыпалась. Вот так родился британский капитализм, который создал империю, от которой никогда не заходило солнце. И вам очень рекомендую, чтобы понимать, что это такое, почитать блистательный рассказ Сомерсета Моллума. Но он чекист был, ну, британский, но чекист. Вообще-то, разведчик. Профессиональный. Называется «На задворках империи». По-английски «The outstation». Настоятельно рекомендую, что на английском, что на русском. Русский – очень хороший перевод, английский язык вообще блистательный. «На задворках империи». «The outstation». Что это такое? Как эти буржуа тянули лямку, к которой не были предназначены. Поэтому всегда есть элемент случайности. Элементом случайности был Путин. Элементом случайности. Элементом случайности. Нет, не Трамп. Трамп-то как раз от закономерности. А вот Барак Хусенич Обам был элементом случайности. В результате случайных стечений обстоятельств в глобалистском крыле аристократии восточного побережья сложилась ситуация, когда победить мог только человек, который ничего из себя не представлял. Вообще ничего. Вообще он сконструировал. У него все вранье с Обамой. Я сейчас даже не про то, где он родился. У него все вранье, включая то, за что его замели однажды в обезьянник в одном из аэропортов Российской Федерации, когда он был конгрессменом. Ну, официально за то, что он не ту визу. У него не та виза была. А неофициально, я промолчу, тут трансляция видится. Он у нас в обезьяннике сидел в отделении милиции. Будущий президент United States в таке Америка. И как вы думаете, как фамилия была от того человека, который его оттуда вынул с одного раза? Студенты. Как фамилия человека, американская фамилия, вы ее каждый день слышите? Который вынимал Барака Хусейнича Обаму из обезьянника в отделении самое... Он реально, его за решеточку посадили. Что? Байден, его фамилия была. Вот Обама была случайность. Случайность был. Второй всплеск цен на нефть из-за аварии в Мексиканском заливе. Много таких случайностей, которые не укладываются в закономерность. В этом смысле мы вот элемент случайности как фактор организации пространства мы не должны недооценивать. А теперь отвечаю на ваш вопрос непосредственно. Вопрос заключается в том, что мы мыслим в терминах экономического детерминизма. Ну и классическая теория постмарксизма. Вся политика в городах, базис в широком понимании, включая технологию, определяет все остальное, включая социокультурные отношения. Социокультурные отношения должны двигаться в сторону универсализации. И социальной универсализации, и культурной универсализации. Это классика. Мы все мыслим в этой парадигме. Вопрос заключается в том, что если внизу этой парадигме все как по классике, то вверху этой парадигме в общем у нас есть очень существенные отступления от этой классики. Вот действительно, у нас шла универсализация глобальных институтов и каскадирование глобальных институтов на региональный и на государственный уровень. У нас же везде многопартийность, даже там, где ее быть не может. Правда? Ну не может у нас, вот даже в нашей стране. Ну да, но у нас еще не собирай, КПСС получается, и при ней комсомол, который сейчас называется, ну сейчас не знаю, как будет называться, до этого назывался УДПР. Вам никому не приходило в голову, что УДПР это комсомол при КПСС вообще-то? Ну только у него возрастной руководитель. Ну потому что все остальные как-то рассосались. Шла универсализация, а потом бах, и что-то сломалось. Ведь на чем построено, вот если допустить, что это все управляется, на чем построена вот эта социально-политическая универсализация? Я просто рассуждаю с улх, ну просто посмотрите. Ну первое, унификация институтов, все они должны быть одинаковые, все они должны заниматься одним и тем же. Кто мне не верит, пожалуйста, почитайте, Клуб Валдай пару лет назад издал Крастево, Крастев Холмс, Свет обманувшей надежды. Все жили хорошо, шла глобализация, строилась демократия, все было зашибись. Потом пришли три человека, с одного раза опять угадываем, Вадим Вадимович пришел, значит, Трамп пришел, ну а третий пришел Виктор Орбан, который все испортили. То есть вот всю эту, значит, созданную там этой мировой закулисой прекрасную схему испортили три прописью, три человека. Еще же за рептивой это такие у нас, Всю систему глобальной институциональности три человека повернули в свое противоположие. Второй момент, это была система, которая настраивала на единство социального поведения. Это одни модели. И тут, откуда ни возьмись, появляется традиционализм, новая этнокультура, которая не универсальна. Появляется в развитом капиталистическом мире, как это принято было говорить, социальный фрикизм. То есть люди не хотят быть одинаковыми, люди хотят быть другими. Ну и последнее, вся эта система была заточена под то, что не будет лидеров. Лидеров не должно быть. И у нас появляется, я начну с очень непопулярной фигуры. Она сейчас вызовет у всех очень большое отвержение, но тем не менее это Борис Джонсон, который берет и начинает в пику американцам делать альтернативную американцам систему присутствия в Европе. Если бы он еще, это моя гипотеза, если бы он еще при этом не мелко гадил американцам по тапкам, а вот он не мог не нагадить американцам по мелочи, вот если бы он этого не делал, он до сих пор был премьер-министром и у него все бы получалось. Но натуру не переверишь, появляется Эрдоган, появляются Моди, которого, напомню, по требованию американцев из индийской политики в свое время просто стерли, не было такого человека. Почему он премьер-министр? Я думаю, что он там еще покажет. Появляется Синь Цзиньпинь в системе, которая органически отвергает лидерство. Дэн Цзиньпинь сделал все, чтобы в Китае не было лидера. Так. Ну и где у нас лидеров не появляет? Появляется Трамп, который говорит, hold my beer, watch this. А говорят, реально было. на каком-то приеме Барак Хусейнич позволил себе что-то сказать. Трамп его все время цеплял, поскольку там, конечно, песни слова не выкинешь. Сертификат о рождении Барака Хусейнича в Соединенных Штатах, конечно, липа, полная и галимая, ну вот совсем липа. Думаю, что он, конечно, родился в Соединенных Штатах, но сертификат где-то, что называется, потеряли, так, и поэтому пришлось сделать вот эту липу. И он, значит, а Трамп его все время цеплял, почему нацеплял-то вот как сейчас можно раздаваться по-доброму, любя, когда закрыли последний человеческий зоопарк в Европе. Вы откуда, извините? Избенина? Вот это совпадение. В последнем человеческом зоопарке в Европе демонстрировали семью из Руанды и семью из Бенина. В каком месте он находился? В Бельгии. В каком году закрыли? В 62-м Гагарин в космос слетал. А в Европе еще людей с отличным от них цветом кожи в зоопарках показывают. Вот это нам надо помнить. И это всегда помню. потому что я лучше пацаном семилетним во дворе мы с ребятами по 15 копеек откладывали в Африку ехать. Потрясал умом бы освобождать. Он же к тому времени 10 лет мертвый вот у него зуб остался и его в кислоте растворили. А мы 15 копеек собирали. Вот так. Если вам подумать про бремя белого человека. Так вот. Ну вот, значит, тот по-доброму ну как расист такой Трамп расист чистый тут даже антисемит и расист которым потом пришлось начать любить евреев. Ну это ужасно. Так антисемит который вынужден любить евреев это самое страшное что может произойти с человеком. Ну по-доброму цеплял. И тот дурачок Обама ему жестко ответил. А это он ставил с этим кислым бадвайзером и говорит ну хорошо hold my beer сказал он кому-то вот здесь и стал президентом. Ну это было абсолютное отрицание всего каким должен быть президент в Соединенных Штатах. Ну и что вот это все мировая закулиса как она управляется. Я вам что предлагаю? Я вам предлагаю воспринимать это очень антипедагогично. Сейчас меня убьют тут но мы не в Питере я надеюсь так сказать я не буду тут расчленять так одним куском но давайте воспринимать мир с теми тенденциями которые вот есть на наших глазах. Только опять же надо воспринимать их исторично по концепции мы потом сами напишем что мы все эти западные то переписываем да что конструктивизм что этот неореализм там сейчас вот они хас ну я прочитал хас вы знаете со мной ужас был какой мне попалось репринтное издание книги великого советского социолога Виктора Афанасьева он мне был известен вот в мои годы был известен как главный редактор газеты правда он академик был попалась его книга про информационное общество а я уже к тому времени там третья волна Тофлер вот это я все прочитал там я его читаю репринтное издание тогда издан сейчас его просто переиздали один в один ничего не меняли так елки палки а это между прочим 83 или 84 год оно до сих пор актуально что мы их переписываем то они уже лет пять пишут лабуду я нелегкая судьба занесла меня побыть научным редактором над научным над научным редактором в одном издательстве издавшим книгу господина Фукуямы идентичности я там разбирал конфликт между редактором и переводчиком вынужден был эту лабуду прочитать причем сперва на русском потом на английском и так далее ну лабуда же поток мыслей реально мы серьезно обсуждаем что имел ввиду Фукуяма мы приписываем Фукуяме нашу с вами глубину вот в чем вся проблема а он прочитал ну якобы Гегеля и решил что он знает все а мы с вами не только Гегеля читали я не зашел мне Гегель я как-то все-таки фейербах нормально а Гегель не зашел ни разу а Кант я как открыл так закрыл как я сдал кандидатский минимум по философии я вам объяснить не могу но по-моему это мужик который меня экзаменовал в общем он понял глубину моих глубин и отстал но мы то с вами читали еще и Гоголя вот что сейчас больше мы наблюдаем кстати в постсоветском пространстве Гегеля или Гоголя и это хорошо что мы еще Бабеля там не наблюдаем вот когда Бабеля мы там начнем наблюдать Исаака вот тогда хана будет то есть там Бабель пойдет одесские рассказы помните как расстреляли фроем и грача мы когда нибудь приблизимся а они не читали вот опять вот опять они не читали про свое возможное будущее мы когда приблизимся к тому эпизоду как расстреляли фроем и грача значит все что мы делали что я делал что вы делали все это было зря хотя фроем грач был вор и гниль но так нельзя ну так вот вот одноразовый я человек меня когда-нибудь зовут в приличное место говорит Дим скучно стал скажи как есть я пришел в одно место сказал как есть там тишина была кромешная минуты две больше не звали значит если позвольте один очень короткий завершение сегодняшней встречи нашей вопрос по поводу одного из последних но принципиальных одним из основополагающих ваших тезисов которые вы произносили в ходе основного ну скажем выступления тогда о поколенческом разрыве это очевидно это понятно никто не может понять сейчас как этот разрыв минимизировать как-то уж совсем пошли разными дорогами в результате этого разрыва а я не знаю пытаться нам с вами стать как они у нас не получится пытаться их сделать нами это будет идиотизм но единственное что мы можем делать это и вот это я бы пытался сделать велико возможно заставить их читать хорошую художественную литературу вот именно художественную литературу не телеграмм вообще зло телеграмм это счетчик гигера это даже не секундная стрелка в отсутствии циферблат хорошую художественную литературу залезьте пожалуйста вот ребят первые строфы каменного гостя пушкина из малых троих маленьких трагедий откройте пожалуйста кто-нибудь кто быстрее всех с гаджетом работает открыли или помните микрофон наизусть кто-то помнит начало кто нашел а мы не искали каменный гость нашли каменный гость пушкин читать нет не петь читать но кто-то кто-то давайте только микрофончик возьмите дождемся ночи здесь ах наконец достигли мы ворот мадрита скоро я полечу по улицам знакомым усы плащом закрыв оброви шляпой как думаешь узнать меня нельзя точка это вот строфы это не я придумал это компьютер определил давно правда одни из самых смыслово наполненных фраз в русской литературе там каждая запятая имеет значение эмоциональная и так далее вот это у Александра Сергеевич разные моменты бывали но вот это вот это квинтэссенция смыслов русской литературе ах вот шел путник и так далее там все это раскладывается компьютер это все разложит лучше меня а вам надо писать по крайней мере не хуже Пушкина а лучше потому что вы обладаете большим объемом Пушкин создавал современный русский язык на котором мы с вами говорим но после Пушкина же было много вы должны писать лучше него а для того чтобы писать лучше него вы должны его хотя бы прочитать вы должны прочитать прекрасную советскую литературу второго уровня кто читал Танкер Дербент а на мой взгляд для журналистов это вообще обязательно эту вещь прочитать для политологов не знаю да международники может быть нет для политологов не знаю почитайте Оренбурга визу времени на который его чуть не посадили но не посадили потому что он правду написал но он же написал как есть поэтому и не посадили виза времени отправили в Западную Европу описать рабочее движение человек приехал в Западную Европу в 33 году не нашел коммунистов там было кто угодно но коммунистов в Европе не было 31 читайте вот эту литературу читайте этих великих читайте дни и ночи Симонова читайте про то что было и поймете то что будет потому что принципиально ничего нового по сравнению с тем что было не будет вы может быть первое поколение за последние лет 70 которое сможет создать что-то новое потому что у вас нет тяготы поражений 91 года во мне есть и в нас во всех оно есть мы помним как тогда все рушилось и как тогда пытались удержались песок в этих пальцах и ничего не получилось а у вас нет этого ощущения бессилия вы сможете только для этого надо знать больше чем мы надо посмотреть больше фильмов чем мы надо не повестись на очередной фейк про Йоган и Вайс а кстати как Штирлица звали а кто такой Штирлиц а почему его не могло существовать Штирлица то в реальности на эти вопросы надо знать ответы иногда и тогда вы не попадете на вот эти фейки Штирлица звали Макс Оттофон но так конечно не Штирлица звали от немецкого аристократа который от передоза в Шанхае коньки откинул так Штирлицу этому Максиму Максимовичу Исаеву дали документы но Максим Максимович Исаев тоже трагической судьбы человек это ротмистр которого под читой пришили так а вообще Штирлица звали все Вадимович Владимиров ничего так поэтому когда вам в следующий раз запулят наши партнеры инженера Владимирова да и так далее вы попадетесь они должны вот ребят я иссяк честно спасибо ребят честно